Петр III Федорович, февраля 1728 года, Киль, 6 июля 1762 года, Ропше, российский император в 1762, первый представитель Гольдштейнга Торпской ветви Романовых на российском престоле, С. 1745 год, владительный герцог Гольдштейнга Торпа, после полугодового царствования свергнут в результате дворцового переворота, возвятшего на престол его жену, Екатерину II, и вскоре лишился жизни. Личность и деятельность Петра III долгое время расценивались историками единодушно-отрицательно, однако затем появился и более взвешенный подход, отмечающий ряд государственных заслуг императора, который продолжал политику Петра I по укреплению самодержавной власти. Во время правления Екатерины за Петра Федоровича выдавали себя многие самозванцы, самыми известными из которых были Емельян Пугачев и Степан Малый в Черногории. Детство, образование и воспитание в Голштинском герцогстве. Будущий император Петр III родился в северонемецком портовом городе Кири в Голштине. Он родился между 12 и 1 час 10 февраля 1728 года. Здоровым и крепким его было решено назвать Карл Питер, писал Гольштинга торбский министр Гаев Бассевич. Судьба новорожденного была предопределена за несколько лет до его появления на свет. В брачном договоре, заключенном еще при Петре I в 1724 году, оба супруга отказывались от каких-либо притязаний на российский престол. Но царь оставлял за собой право назначить своим преемником одного из урожденных божеским благословением из всего супружества принца. Кроме того, Карл Фридрих Вольштейнга торбский, будучи племянником шведского короля Карла XII, имел право и на престол Швеции. Сама жизнь будущего Петра III делится на два периода – Кильский и Петербургский. Последний, в свою очередь, на два еще более неравных отрезка – Великокняжеский и Императорский. Уже в Кильский период судьба не баловала маленького герцога. Вскоре после его рождения умерла мать, простудившись во время фейерверка в честь рождения сына. Карл Петр рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства, отмечал Айс Мальников. Отец по-своему любил сына, но все его помыслы были направлены на возвращение Шлезвига, не располагая ни военной силой, ни финансовыми возможностями. Карл Фридрих возлагал надежды либо на Швецию, либо на Россию. Брак с Анной Петровной был юридическим закреплением русской ориентации Карла Фридриха, но после вступления на престол Российской империи Анны I и Аннувны этот курс сделался невозможным. Новая императрица стремилась не только лишить прав на наследие свою двоюродную сестру Елизавету Петровну, но и закрепить его за линией Милославских. Росший в Киле внук Петра Великого был постоянной угрозой для династических планов бездетной императрицы Анны I, с ненавистью повторявшей «Чертушка еще живет». В 1732 году демаршем русского и австрийского правительств при согласии Дании герцогу Карлу Фридриху было предложено отказаться за огромный выкуп от прав на Шлезвиг. Карл Фридрих категорически отверг это предложение. Все надежды на восстановление территориальной целостности своего герцогства отец возложил на сына. Внушая ему идею реванша, Карл Фридрих с измальства стал воспитывать сына по-военному на прусский лад. Когда Карлу Петеру исполнилось 10 лет, ему был присвоен чин секунд лейтенанта, что произвело на мальчика огромное впечатление. Он любил военные парады. Когда принц на 17-м году вышел из рук женщин, к нему представляемые были гофмейстерами попеременно некоторые камер-юнкеры и камергеры. Адлирфельд, Вольф, Бремзин и прочь. В сессии придворные кавалеры герцога занимали офицерские места в герцогской гвардии. В прочих же маленьких корпусах было несколько офицеров, служивших некогда в прусской армии. Поэтому при дворе только и говорили, что о службе сам наследный принц был назван унтер-офицером, учился ружью и маршировки, ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми и говорил с ними только о внешних формах этой военщины. От этого он с малолетства так к этому пристрастился, что ни о чем другом не хотелось слышать. Когда производился маленький парад перед окнами его комнаты, тогда он оставлял книги и перья и бросался к окну, от которого нельзя было его оторвать, пока продолжался парад. И потому иногда в наказании за его дурное поведение закрывали нижнюю половину его окон, оставляя свет только сверху, чтобы его королевское высочество не имело удовольствия смотреть на горсть галштинских солдат. Об этом часто рассказывал мне принц, как о жестоком обхождении с ним его начальников, также и о том, что он часто по получи состоял на коленях на горохе, от чего коленки краснели и распухали, писал Якоб Штелин. Это случалось большей частью во время опеки, после смерти отца его, под надзором обергов мейстера или обергов маршала Брюмера и обергамергера Бергольца, которым поручено было воспитание принца. Он приходил в восторг, когда рассказывал о своей службе и хвалился ее строгостью. Замечательнейший день его жизни был для него тот, 1738 год, который на девятом году своего возраста он был произведен из унтер-офицеров в секунд лейтенанты. Тогда при дворе с возможной пышностью праздновали день рождения герцога и был большой обед. Маленький принц Чини сержанта стоял на часах вместе с другим взрослым сержантом у дверей в столовую залу. Так как он на этот раз должен был смотреть на обед, в котором обыкновенно участвовал, то у него часто текли слюнки. Герцог глядел на него смеясь и указывал на него некоторым из сидевших с ним вместе. Когда подали второе блюдо, он велел сменить маленького унтер-офицера, поздравил его лейтенантом и позволил ему занять место у стола. По его новому чину, в радости от такого неожиданного повышения он почти ничего не мог есть. С этого времени все мысли его были заняты только военной службой, и его обхождение с постоголовыми его товарищами стало свободней. Он говорил им всем «ты» и хотел, чтобы и они, как его братья и товарищи, также говорили ему «ты». Но они этого не делали, а называли его, как своего наследного принца, не иначе, как «ваше королевское высочиство». Для обучения латинскому языку, к которому принц имел мало охоты, был приставлен высокий, длинный, худой педант Г. Юль – ректор кельской латинской школы, которого наружности приема заставили принца совершенно возненавидеть латынь, писал Штелин. В 11 лет он потерял отца после его смерти и воспитывался в доме своего двоюродного дяди по отцовской линии. Епископа Адольфа Итинского, его воспитатели О.Ф. Брюмер и О.Ф. Вебергольц не отличались высокими нравственным качествами и не раз жестоко наказывали ребенка. Наследного принца шведской короны неоднократно секли, подвергали другим изощренным и унизительным наказаниям. Воспитатели мало заботились о его образовании, к 13 годам он лишь немного владел французским языком. Петр рос боязливым, нервным, впечатлительным, любил музыку и живописи и одновременно обожал все военное. Именно с воинскими утехами были связаны все его честолюбивые мечты. Крепким здоровьем не отличался, скорее наоборот, был болезненным эхилем. По характеру Петр не был злым, часто вел себя простодушно, Ключевский отмечал также склонность Петра к лжи и нелепым фантазиям. По некоторым сведениям, уже в детстве он пристрастился к вину. Ставшая в 1741 году императрица Елизавета Петровна хотела закрепить трон по линии своего отца и распорядилась привезти племянника в Россию. 1741 год в декабре, вскоре по восшествии на престол императрицы Елизаветы, был прислан ею в Киле имп. Рос майор фон Корф и с ним Г. фон Корф, импер, российский посланник при датском дворе, чтобы взять молодого герцога в Россию, писал Штелин. Поездка в Россию, Штелин писал. Спустя три дня по отъезде герцога узнали об этом в Киле. Он путешествовал инкогнито под именем молодого графа Дюкера. При нем были вышеупомянуты майор Г. фон Корф, галштинский обергофмашал фон Брюмер, оберкамергер фон Берггольц и камеринтендант Густав Крамер, лакей Румберг, егерь Бастиан. На последней станции перед Берлином они остановились и послали камеринтенданта к тамошнему российскому посланнику фон Бракелю и стали ожидать его на почтовой станции. Но в ночь накануне Бракель умер в Берлине, это ускорило их дальнейшее путешествие в Петербург, в Кюслине, в Померании. Почтмейстер узнал молодого герцога, поэтому они ехали всю ночь, чтобы поскорее выехать из прусских границ.